Участники Большого путешествия Чувашского национального конгресса и национальной телерадиокомпании сделали третью остановку на пути от Мурманска до Байкала. Сегодня они гостят в Красноярске. Как встречала гостей Чувашская диаспора и какие вопросы удалось обсудить, передают наши коллеги. По данным переписи, в Красноярском крае проживают более 11 тысяч Чуваши. Есть населенные пункты компактного проживания, где сохранились традиции и культура самобытность чувашского народа. В Назаровском районе это деревни Канаш и Московка. Как и многих других наших земляков, в Красноярском крае интересуют вопросы сохранения родного языка и культуры национального книгоиздания. Геннадий Храмов, руководитель Чувашской национально-культурной автономии в Красноярском крае, отметил. На сегодняшний день в регионе 22 художественных коллектива, 3 чувашских музея, 2 библиотеки. Для развития культуры необходим учебные пособия и фонотек. Красноярцы ждут в гости специалистов с мастер-классами для повышения квалификации местных активистов. На сегодняшний день, допустим, я как руководитель культурного ансамбля нуждаюсь в книжках, в которых рассказывается о том, как проводились наши чувашские обряды, начиная с древних времен. Во время разговора за круглым столом состоялась презентация Чувашии и национальной телерадиокомпании Республики. Алексей Иванов и Ирина Лампасова рассказали о концепции вещания, новых технологиях и планах творческого коллектива в связи с выходом на спутник. Татьяна Молокова, Республика.